Новости Москва-Баку. Здравствуйте. Также сообщается, что многие лица считаются пропавшими без вести, так как обгорели в результате взрыва и для идентификации нужны дополнительные данные. Специализированную медицинскую помощь пострадавшим на месте оказывают военные врачи российского медицинского отряда специального назначения. По словам начальника медицинского отряда российского миротворческого контингента Павла Суслова, с момента происшествия в медицинский отряд обратилось 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объеме. Минобороны России отметили, что на территории российского миротворческого контингента развернут блочно-модульный городок, оснащенный медицинским оборудованием. Есть все необходимое медоборудование и автоперевязочное с возможностью оказания хирургической помощи, а также операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии. Машину скорой медицинской помощи с противоожоговыми принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками и лекарственными препаратами для оказания помощи пострадавшим экстренно отправил в зону взрыва Азербайджан. Медпомощь доставлена через дорогу Агдам-Аскеран-Ханкинди. Об этом сообщили в администрации президента Азербайджана. Также Азербайджан открыл воздушное пространство для прибытия вертолета Минздрава Армении в город Ханкинди. Это сделано для эвакуации людей, нуждающихся в медицинской помощи и доставке армянского медперсонала. Бригада врачей уже прилетела на место происшествия. Данный шаг был осуществлен в согласовании с Азербайджаном. В Баку полагают, что в данный момент первичной является необходимость оказания неотложной помощи людям. Кроме того, со вчерашнего дня в больницах в Агдамском, Сибирабадском и Саатлинском районах Азербайджана освобождены места для приема значительного числа пациентов из Ханкинди. Эти больницы усилены дополнительным медицинским персоналом. Также Баку предоставил Международному Красному Кресту исключительный доступ по дороге Гарус-Гафан-Эйвазли-Физули-Шуша-Ханкинди для медицинской эвакуации и доставки помощи. 20 машин скорой медицинской помощи в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста уже беспрепятственно проехали из Гаруса в Ханкинди. Напомним, вечером 25 сентября мощный взрыв произошел в городе Ханкинди на автозаправочной станции. На АЗС взорвался резервуар с топливом. В результате произошедшего сотни человек пострадали. По некоторым данным, на этой станции выдавали бензин людям, которые уезжали из Карабаха в Армению. Власти Азербайджана вновь отправили топливо для армянских жителей Карабахского региона. Бензовозы государственной нефтяной компании Азербайджана Сакар доставят в Ханкинди 34 тонны дизельного топлива и 30 тонн бензина по дороге Агдама-Аскеран в Ханкинди. Это вторая партия топлива. Первые две автоцистерны были отправлены в Ханкинди 23 сентября. Отметим, что для решения социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе была создана рабочая группа. Она действует в рамках координационного штаба по централизованному решению вопросов, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской республики. Кроме этого, сегодня из Баку в Ханкинди для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Четыре грузовика с гумпомощью следуют по дороге Агдама-Аскеран в Ханкинди. Помощь включает в себя 40 тонн муки, средства гигиены, постельное белье. Это уже вторая партия гумпомощи, отправленная азербайджаном армянским жителям Карабахского региона. Напомним, поставки топлива и гуманитарной помощи осуществляются по просьбе представителей армян Карабаха. Договоренность о данной помощи была достигнута на переговорах между представителями Баку и представителями армян Карабаха. Первая встреча сторон состоялась 21 сентября 2023 года в городе Явлах. Вторая прошла 25 сентября в азербайджанском Хаджалы. В Москве рассчитывают, что результаты переговоров Баку и армян Карабаха помогут возобновить работу по реализации договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций. Об этом заявили сегодня в МИД России. В ДИП-ведомстве отметили, что российский миротворческий контингент способствовал проведению переговоров между представителями Баку и армян Карабаха. При непосредственном участии командования российского миротворческого контингента состоялось два раунда переговоров между представителями Баку и Степанакерта. В числе первоочередных задач этих контактов – вопрос отдельной метрилизации, восстановления мирной жизни и обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. В ДИП-представительстве также подчеркнули, что Россия продолжает предпринимать последовательные шаги по стабилизации ситуации в Карабахе. Российские миротворцы отслеживают соблюдение режима прекращения огня, установленного 20 сентября. МИД России также указали, что по линии российского миротворческого контингента оказывается масштабная гуманитарная поддержка армянского населению. Только за последние два дня силами российских миротворцев в регион доставлено 125 тонн гуманитарных грузов и 65 тонн топлива. В планах обеспечения регулярных поставок продовольствий и товаров первой необходимости как по Лачинскому, так и по Акдамскому маршрутам. Накануне в США прозвучали заявления о том, что Москва не является надежным партнером для Еревана в сфере безопасности. На что Россия выступила с призывом к американской стороне воздержаться от заявлений и действий, которые могут усилить антироссийские настроения в Армении. Данное обращение сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, подобные шаги служат подтверждением того, что цель американской стороны и ее союзников заключается не в нормализации ситуации в Закавказье, а в нанесении стратегического урона России и вытеснении ее из региона. США создадут международную миссию для Нагорного Карабаха. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер во время своего брифинга. Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения жителям Нагорного Карабаха и международного сообщества транспарентности, заверений и уверенности в том, что их права и безопасность будут защищены в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан. Он отметил, что, дескать, такая инициатива активно обсуждается. По его словам, Вашингтон вместе с союзниками работает над ней. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Также Песков заявил, что Кремль пока не усматривает какой-либо конкретики в идее США создать международную наблюдательную миссию по Карабаху. Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. Потом любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Нужно себе отдавать отчет в первую очередь именно в этом. Мы же продолжаем наши контакты и с Ереваном, и с Баку, а также с этническими армянами Карабаха. По его словам, Россия де-факто вовлечена в процесс урегулирования по Карабаху, в отличие от США. Вы знаете роль, которую играют наши миротворцы в соответствии с имеющимся мандатом и в соответствии с которым намерены дальше продолжать, добавил пресс-секретарь главы российского государства. В Армении арестовали бывшего мэра Еревана Альберта Базияна за подготовку покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил в соцсетях его адвокат. Как сообщалось ранее, Базиян был задержан у себя в квартире вечером 23 сентября. Сотрудники службы национальной безопасности Армении провели у него обыск и изъяли некоторые предметы и документы. После этого его доставили в службу национальной безопасности, а затем в следственный изолятор МВД. Вместе с ним были задержаны еще 8 человек по подозрению в подготовке к захвату власти. Все это происходит на фоне массовых многочисленных и непрекращающихся протестов, которые охватили улицы Еревана. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сегодня оппозиционные активисты попытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана – Аршакуняц. Но полиция уже с самого утра начала задержание протестующих. На данный момент уже задержано более 70 человек. Все они доставлены в отделение полиции. Им предъявляется обвинение в невыполнении законного требования представителя власти. Накануне оппозиция призвала отправить Пашиняна в отставку. До 5 октября – дня, на который назначена его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и представителями Евросоюза. Представители оппозиции опасаются, что Пашинян в ходе этой встречи может подписать, как они заявляют, убийственные для Армении документы. Минобороны Азербайджана представила список техники, вооружений и боеприпасов, изъятых в Карабахском регионе. Ведомстве сообщили, что по условиям договоренности 20 сентября карабахские армяне сдали азербайджанской стороне, в частности, 47 артиллерийских орудий, 22 единицы бронетехники, 909 единиц стрелкового оружия и гранатометов. На данный момент конфисковано стрелкового оружия и гранатометов в количестве почти 1000 штук, 47 артиллерийских орудий, 165 единиц средств ПВО, боеприпасов в количестве 251 тысячи штук, броне и автомобильной техники около 100 единиц. Как отметили в Минобороны Азербайджана, этот список еще будет пополняться. Буквально сегодня в Карабахе были обнаружены еще склады боеприпасов в зданиях гражданского назначения. Были конфискованы ящики с оружием и боеприпасами, снаряды для гранатометов различных типов, управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса «Карнет», комплекты военной формы и бронежилеты. Данные находки, заявили в Минобороны Азербайджана, в очередной раз доказывают, что армянские незаконные вооруженные формирования использовали инфраструктуру гражданского назначения Карабахского региона в военных целях. Еще больше новостей читайте на портале Москва Баку. Ссылка в описании под этим видео. До свидания.